А есть ли ответственность на тех, кто возглавил перестройку за то, что происходит, допустим, сегодня? Если мне суждено завершать, то, наверное, надо говорить именно об этом. На нас, на всех. На гражданах Советского Союза, на коммунистической партии Советского Союза, на депутатах съезда народных депутатов СССР, вот я был депутатом, на депутатов российского парламента, и, разумеется, на руководителях государства, безусловно, ответственность. За то, что мы не сохранили страну. Для кого-то из присутствующих она не была безусловной ценностью. Для меня была. Для меня безусловной ценностью была единая страна. И второе, государство, в котором основные социально-экономические права были абсолютно защищены. Действительно так. И я обращаю внимание на то, что наши граждане просто тогда, когда они хотели перемен, они даже представить все не могли, что в результате перемен мы можем из 20 века двинуться в сторону 19-го. Из Евразии двинуться в сторону Латинской Америки, а то и Африки. Люди просто не представляли себе все поле того, что возможно. Мы не суд. У нас нет и полномочий, и задачи судить. Но мы должны четко понимать, в авторитарной системе, какова и была советская система, первый руководитель не имеет права на ошибку. Но мне кажется, самое главное – это смотреть вперед. Смотреть вперед тоже нельзя впадать в крайности. Либо срочно новая перестройка, либо Россия исчерпала все лимиты. Значит, прогресс неоднозначен, непоступателен, он сложен. И с того, что у нас когда-то не получилось что-то в нашем историческом процессе создать общество более свободное, более справедливое, не следует, что эти попытки надо прекратить. Мы все вместе должны работать на то, чтобы стать все-таки снова более социально справедливое, экономически эффективное и свободное общество. Спасибо всем!